Я все-таки хочу посмотреть, как эта штуковина работает. Сейчас я пойду спрашивать у нашего замечательного тренера. Сейчас я у него спрошу, потому что вот хочу полежать, как этот товарищ. У меня не получается. Сейчас попробую. Что, он занят? Поэтому пока... А, он там освободится? Я хотела прокомментировать вам некоторые вещи. Сейчас я сядусь. Вот. Я, значит, сегодня позанималась. Потренировала плечи, трицепс, пресс. И сделала кардио, как всегда, 40 минут. И уже, вот, наверное, второй день я решила сделать такой эксперимент. Не то чтобы это эксперимент, это вот давно я уже должна была бы это сделать, как бросить кушать сладкое. Я очень часто об этом говорю и часто вам показываю видео тортиков и пирожек. Это я делаю не зря, потому что это действительно моя, наверное, единственная слабость, которая у меня осталась. Единственный мой порог, я бы сказала. Единственная вещь из плохих, которая до сих пор у меня присутствовала. Вредных привычек, я вам скажу честно, у меня не было никогда. То есть я никогда не курила, я никогда не злоупотребляла алкоголем. Никогда у меня не было никаких... Ну вот действительно, вот я пытаюсь вспомнить, что было такого вот плохого, из привычек плохих, что как-то мне приходилось избавляться от этого. Ничего, наверное. Честно. Я единственная, что курила кальян. Он мне нравится. Сейчас я могу иногда его покурить и то, намного меньше курю, если честно. То есть, если вот раньше там пару раз в месяц я могла покурить кальян, то сейчас, честно вам скажу, я даже забыла, когда я его курила последний раз. Дома он у меня есть, но я его не курю. Вот. И к чему я это все? К тому, что единственная такая вредная привычка, которая у меня оставалась, это был сахар. И причем, что я действительно по себе замечала, что это уже идет на уровне зависимости, так как шоколад у меня был дома каждый день. Когда шоколада у меня не было дома, я спускалась и его покупала. Если не спускалась покупать его я, я посылала своего сына, чтобы он мне купил этот шоколад. И что самое страшное и что меня пугало из всего этого и пугает, в принципе, до сих пор, то, что я не могла съесть кусочек, я начинала, и пока я не съедала всю плитку шоколада, я не успокаивалась. Вот это, наверное, самое страшное, что меня пугало во всей этой ситуации. Поэтому... Ага, вот он ходит вроде этот парень. Ладно, я хочу закончить свою мысль, а потом пойду его домогаться с креслом. Поэтому это очень хотела вам прокомментировать, потому что действительно сейчас очень много есть исследований по поводу сахара, очень много его изучают. Доказано уже тысячу миллионов раз, что сахар – это вещь, которая нам в организме абсолютно не нужна. То есть это та вещь, которая вообще бесполезна. Я говорю именно за сахар, сахар. Именно за сладости, именно за нашим, можно сказать, искусственный сахар. Я не говорю за фруктозу, которая находится во фруктах. Нет, фрукты кушать надо, и это полезно. И вот этим нужно реально заменять сахар. Фруктами. Фруктами свежими, сука-фруктами, в которых тоже есть сахар, но он натуральный. А вот то, что касается наших сладостей, которые производственные, вот это самое страшное, самое плохое. Причем, вы знаете, я в последнее время даже задумывалась, что в шоколад реально добавляют какую-то вещь, что от него людям зависимым сложно избавиться. И вот, наверное, это то, что сейчас происходит у меня. Я окончательно, скажу вам честно, решила с этим завязывать. Завязывать сахар. Потому что вижу, что у меня нет пределов. Я вижу, что это очень негативно отражается на моем качестве тела, на качестве кожи. У меня появился жуткий целлюлит на ляжках и на попе. Поверьте мне, это тоже сахар, потому что питаюсь я замечательно. Я вообще, в принципе, не люблю ничего вредного, честно скажу. И так уже, в принципе, давно. То есть я не кушаю чипсов, не пью гадостных сладких напитков. Вот видите, вот напитки, например, меня не привлекают. А привлекает именно шоколад. Морожное, торты, пирожные. То есть все такое вот вкусненькое. То есть я, чтобы понимали, выпить стакан кока-колы с сахаром. И это будет то же количество сахара, что я скушу кусок торта. Я всегда скушаю кусок торта, чем выпью, например, бесполезный этот напиток. Вот. И сейчас я решила конкретно бороться с этим бичем, бичом, как его назвать еще, этот сахар. И поэтому решила вот делать такой эксперимент. Полностью сейчас убрала сахар из своего рациона. Не покупаю ничего. Мама меня решила тоже поддерживать, потому что она даже сама всегда мне говорила, что дочь, как бы, до хрена кушаешь шоколад. Когда она видела, что я начинала плитку, я ее заканчивала. То есть можете себе представить, за раз проглотить 150-граммовую плитку шоколада, в 100 граммах которого 500 калорий. 150, посчитайте, это 1000 калорий. А то и больше просто за один раз. Опять-таки я скажу важную вещь, что тяга к сладкому всегда возникает в двух моментах. Это либо нехватка определенных витаминов, микро-макроэлементов в организме. Это может быть. Для этого нужно идти сдавать анализ крови. И самое обидное, что анализ крови я делала. Может быть, был он не очень развернутый, прям такой дотошный. Но даже тот, который базовый я сделала, там были за все хорошо. То есть у меня там все было в порядке. Практически совсем единственное, что там было, это немножко пониженный холестерин. Представляете? Монсенс. Ну да ладно. Поэтому, учитывая то, что анализ был нормальный, я поняла, что скорее всего у меня второй вариант. А второй вариант, если это не недостаток каких-то микро-макроэлементов, значит это просто зависимость. А сахар, он включен в категорию наркотиков. То есть сахар стоит на уровне наркотиков, чтобы вы понимали. То есть он действительно вызывает зависимость. Вот если вы кушаете сладкое, вот сделайте такой эксперимент. Уберите на пару дней все сладости из своего рациона. И если вы держитесь нормально, вам все равно, и вы не хотите это есть, значит у вас все нормально. Но если у вас возникает жуткая потребность, что-то сладкое скушать, значит вы тоже зависимый человек, как и я. Вот эти два дня я вот жалуюсь на очень сильную слабость. Слабость, сонливость. И я знаю, что со мной такое происходит, когда я бросаю кушать сахар. Это не первый раз, когда я его пытаюсь бросить, скажу вам честно. У меня было уже очень много попыток. Я точно, как вот тот, который бросает курить, бросает, опять начинает, бросает, опять начинает. Это точно я со сладостями, сто процентов. И как только я начинаю полностью выбрасывать из своего рациона сахар, что делает мой организм? Начинает бунтовать, естественно. Он бросит свою дозу наркоты, грубо говоря. И таким образом пытается меня спровоцировать на то, чтобы я его съела. И действительно, это так и есть, потому что я замечаю, что если я бросаю в себя сахар, я шоколад, да? Я становлюсь более активная, более живая. У меня куча сил, у меня куча энергии, естественно. Сейчас у меня нет этой энергии, у меня нет этих сил. Я кушаю все, что обычно кушаю. То есть у меня то же самое питание. Я ничего в нем не поменяла. Я не поменяла тренировки. Моя жизнь ежедневная, она такая же, как всегда, но я намного слабее. И вот это причина сахара. Как правило, это пару дней происходит, как ломка у наркомана. Вот посмотрим, сколько это будет длиться у меня. Я, например, сегодня с утра сделала все, что должна была, ну, по дому сделать. Вы это увидели уже. Пришла заниматься, закончила тренировку. Я еле доделала свои несчастные 40 минут кардио, скажу вам честно. Я еле доделала, действительно, потому что была жуткая слабость. Сейчас я домой пойду обедать. Вот. И посмотрим, что будет дальше. Но мне нужно выгулять еще Артема, который сидит дома в планшете, засранец такой. Поэтому мне однозначно надо набраться сил и еще ребенка куда-то выгулять и что-то с ним поделать, потому что он не может сидеть дома у меня целый день. Он не сидел дома. Он мне помогал сегодня очень. Мы с ним сходили, скупились. Мы с ним прогулялись. Да, святое дело. Но, опять-таки, пока я в спортзале, он, конечно же, дома. Так что вот такой вот эксперимент я решила сделать, товарищи. Очень настоятельно. Настоятельно. Я бы попросила вас сделать то же самое. Просто проверить, зависим ли вы человек от сахара. Потому что это действительно серьезная проблема, хочу вам сказать. В частности, я столкнулась с этой проблемой. И вот еще вы, может быть, будете утверждать, что это не так. Но, смотрите. Последний такой фактор, расскажу вам, как я готовлюсь к соревнованиям. Мои соревнования по фитнес-бикини. И вот каждый раз, которыми я готовилась, а выходила я достаточно много раз, раз 10 точно, наверное. Даже, наверное, больше. Чтобы вы понимали, кушать шоколад я оставляю буквально в последние 2 недели перед соревнованиями. Вы можете себе представить? А то иногда и в последнюю неделю я где-то умудряюсь что-то проглотить, чего категорически делать нельзя. Потому что, ну, может быть, вы с этим были связаны, знаете, может быть, не знаете. Но я вам скажу, что там идет очень конкретная сушка. Там убирается весь жир. Убирается потом на последних нескольких днях вода. То есть о шоколаде вообще и речи быть не может. То есть вообще, в принципе, там кушается белок, очень белковое питание, плюс всевозможные, можно так сказать, вещи, овощи, фрукты. Там даже фруктов нельзя категорически. Не то чтобы шоколад. Пьются всякие вспомогательные вещи, которые вгоняют в воду. И питание направлено на то, чтобы человек мог просто немножко выжить. То есть реально идет в подготовке к таким соревнованиям борьба за выживание в плане питания. То есть вы доводите свой организм до критической точки, до критического состояния, когда вы ему даете еды вот так вот, только для того, чтобы он мог выжить. Воды дается вот так вот, чтобы организм мог выжить. И все. Вот вы можете себе представить, когда идет такая жесткая диета и подготовка, я умудрялась съедать шоколад. Представляете? Потому что я не могла без него. Вот тогда, в эти моменты, я поняла, что я действительно серьезно зависимый человек от этого. Поэтому рекомендую вам сделать такой эксперимент и проверить, есть ли у вас зависимость. Да. По поводу соревнований мы поговорим с вами в следующий раз. Потому что сейчас, когда я вам сказала эти пару факторов, 100% есть люди, которые зададут вопрос, а не полезно. Наоборот. Ой, забыла. Вы представляете? А не вредно ли это? Это очень вредно. Соревнования это очень вредно. Очень. Я никому не советую участвовать в соревнованиях, которые культуризм, бикини и тому подобное. Хотя сама я это делала много раз, но вам я не посоветую это делать. Короче, пока я тут вам рассуждала за свой сахар, мои места заняны, мои кресла. Я пошла в душ, пойду купаться и побегу домой обедать, потому что я голодная как волк. И не буду уже ждать. Уже опять вам в следующий раз покажу это кресло. Мама так ждала, что я его поснимаю. Поснимаю, как оно работает и что оно там делает, блин. Ну, опять в следующий раз. Юбстадей. Ну вот, я зашла попить кофе. А тут это. А тут это. Смотрите, булки какие. И так далее. Но я действительно буду пить только кофе. Я же пообещала, что я ничего не буду есть. И буду стараться держать свои обещания. Вот. Еще есть вот такие всякие штучки, дрючки, говнючки. Вот такие вот шоколадочки. Вот. Ну, я пришла пить кофе. Ой, а мы тут пришли в магазин с техникой. Мы сюда случайно зашли, если честно. Нам ничего такого не нужно покупать, но я вам заодно покажу. Мне очень нравится вот эта штука. Это пункт, куда приносишь использованные батарейки, капсулы из-под кофе, смотрите. Вот батарейки. Вот маленькие аппаратус электроникус, электродомастикус. Всякие, например, там наушники, которые вам не нужны. Вон, смотрите, фен, я не знаю, телефоны, зарядные устройства. Ну, то есть, все то, что у вас уже не работает. То есть, не выбрасывать мусорку, а выбрасывать специальные вот такие вот штуки. Вот это мне понравилось, конечно. Ну, так же хотела показать немножко вам так цены, ну, быстренько на разные ноутбуки за 700, за 800 есть. В общем, разная всякая фигнюшка. Розовые наушники. Интересненько. Розовые. Розовые, очень красивые. Вот. Артемий, давай, погнали. Так что, ну, я же повторюсь, мы оказались здесь случайно. И что, Артем? Ты здесь пить сюда. Да я видела, Темыч, я видела. Ты давай поднимайся. Ладно, сейчас продолжим снимать. Ну, конечно же, покажу вам знаменитый Дайсон. Это марка фенов. Ну, не только фенов, у них много чего есть. Но это супер-мега фены, которые стоят без наслодных денег. Вот, посмотрите, например, 699, 549. Прошу прощения, это не фен. Нет, это вот эта штука. Это у нас что? Курфор-модель. Это что? Вентилятор. Что-то я не пойму, где он тут, вентилятор. Что-то он не вентилярит меня. Ну, что-то там вентилярит, но не совсем. Хорошо, я хотела посмотреть цену на Дайсон. А ну-ка. 549. Вот это уже оно. Дайсон. Так, хорошо, едем дальше. Это у нас что? Суперсоник. А, вот он, 400. Ну, 399. Неплохо. Неплохо. Вот плойка. Вот они тут есть. Очень разные насадки показаны. Ну, тоже так неплохо. 499. Ну, кто знает, в принципе, о чем я говорю, тут понял. Пылесосы. Так, а что тут? Тут ничего интересного нету. Он самокат электронный продается. Ой, какой классный, модный. А я вам рассказывала, да, что меня украли. Самокат электронный. Блин, жалко так. Вообще. Вот здесь поменьше, побольше. О. Вот, чтобы я посмотрела, скажу вам честно, это... Ой, телевизоры. Ой, что же я тут хотела? Что-то типа, ну, аэрогриль. Аэрогриль есть тоже. Ну, аэрогриль даже не знаю. Вот кофейную машину я бы себе очень хотела хорошую, честно говоря. Но они такие огромные все. Вот и аэрогриль. Ну, все есть даже за 79,90. Представляете, какие цены. Нет, есть, конечно, за 179. Да, они, в принципе, ну, по нормальным ценам, не очень дорого. Вот. Значит, вот они. Значит, я пришла на аэрогриль. Рассказывайте, у кого есть аэрогриль, кто пользуется, есть ли смысл такое покупать вообще. Да, Артем, как всегда. У нас тут концерт. Понятно. Вот. Они, конечно, тут есть разненькие. Еще как тут открывать эту штуковину. Откройся, пожалуйста. Не знаю, не открывается. Ладно, не буду ломать. Не ходят открываться. А смотрите, знаете, что я тут видела? Двойные. Вот она, вот она, вот она. Смотрите. Это же двойная. Прикол. Но он и кипит. Вот это да. Вот это да. Так что рассказывайте, товарищи. Еще мне нравятся планчи вот эти. Тоже все думала. Ну, блин, для моей кухни у меня ни хрена места нет. Куда я это поставлю? Хотя, это очень хорошая вещь. Вот тут положил кусок мяса, рыбы, овощи. Все, что вам нужно. Чик-чик-чик и пожарили. Но с вот этой штукой тоже очень много чего можно делать, кстати. Вот я сейчас на них смотрю. Очень интересные. Видите, там и выпечка есть. Понятно. Соленые, сладкие блюда. Все, что хотите. Ага, можно разделять. Даже, видите, на два отсека. Один отсек, два отсека. Прикольно. Вот, а вот эта штука для маслечка, да? Короче, я не знаю, как это работает. Но надо бы посмотреть такую вещь. Артемий, в чем дело? Что с тобой? Так, ладно, мы пошли отсюда. Какое чудо. Посмотрите, посмотрите. Мне вообще нужны сковородки. Но я не буду сейчас еще брать. У меня нет настроения, если честно. Но это все. Посмотрите на это чудо. Что это за вещь? Такая для одного яйца. Посмотрите, они еще цветные. А тут и так. Розовая, розовая, розовая. Мне, конечно же, нравится розовая. Это что-то. Такого еще не видела. 10 евро почти. 9,89. Вот так вот, товарищи, вот так вот.